приветствую вас дорогие братья и сестры на библейском портале экзегеты сегодня почтим великого нашего святого ходатая пред богом за святую русь за русский народ вообще за может быть даже и за весь мир преподобного иринарха затворника иринарха ростовского и сразу скажу что он в свое время предсказал и смутное время но он же с его благословения началось и освобождение города москвы он явил себе в своей жизни удивительные подвиги и конечно может быть кому-то покажутся несколько такие необычные подвиги он и вериги очень тяжелые носил то есть тяжелый цепи там множество железных крестов и на протяжении жизни вот этот груз умножался конце концов там уже даже больше 150 килограмм и в общем то если посмотреть то за всю историю христианства вот если брать христианскую аскезу такую то им он являет как бы такую вершину вершину христианского аскетического подвига вершину христианского верига ношения а это был вообще древний такой подвиг еще в четвертом веке святитель григорий богослов описывая разные подвиги монахов того времени у древних аскетов он говорил что некоторые из них изнуряют себя железными веригами истанчивая свою плоть истанчивают вместе и грех да то есть вот наша плоть она грехолюбива мы очень любим какой-то комфорт вот мы изнежены и христианские аскеты они противопоставляли вот этой нашей такой человеческой изнеженности за которой таится на самом деле плотская греховность они противопоставляли вот этой изнеженности очень жесткую такую аскезу и зачастую какие-то ну ношение вериг тяжелых железных пластин или цепей или тяжелых крестов сразу скажу что конечно нам повторять это все не нужно потому что мы ну не рассудительны а святые люди они это делали по откровению свыше и вот что касается преподобного иринарха затворника то его вериги вот эти вот цепи они даже стали чудотворными в том смысле что благодать которую стяжал подвижник она осеняла в том числе и его вериги и очень многие до сих пор очень многих исцеляют и его вериги цепи его и вот эти вот кресты которую носил и приезжает в борисоглебский монастырь где покоятся и мощи его святые и там же вот то что он носил на себе вот эти железные цепи вериги и исцеляются значит и освобождаются одержимые от власти темных духов исцеляются всевозможные больные то есть его вериги они стали тоже чудотворными и вот преподобный иринарх затворник это очень масштабная такая личность которая явилась на руси в то время когда монашество уже ослабевала к сожалению это вот шестнадцатый начало семнадцатого веков вот может быть из-за этого и было попущено смутное время когда мы духовно расслабляемся как пишет историк ключевский что вот самого джитие иринарха затворника оно свидетельствует уже о моральном таком вот оскудение монашество того времени и где вот появлялись только такие вот изредка светочи благодаря которым еще поддерживалась духовная жизнь преподобный иринарх родился и жил практически всегда в ростовских краях вот кстати оттуда преподобный сергий радонежский кстати монастырь в котором в основном проходил подвиги свои преподобный иринарх это монастырь в честь святых бориса и глеба он основан был по благословению и по указанию преподобного сергия радонежского то есть мы видим некую такую связь духовную взаимосвязи двух великих подвижников и надо сказать что жизнь вообще вот преподобного иринарха она очень хорошо описано а а почему потому что рядом с ним с определенного времени рядом с ним поселился его ученик инок александр который жил рядом с ним 30 лет и вот впоследствии именно этот инок александр он очень подробно описал житие преподобного иринарха затворника и вот что же мы знаем мы знаем что родился он в 1548 году то есть это времена конечно ивана грозного и вот рождается он в селе кондакова в ростовских краях а это село вот что интересно оно было вотчины новодевичьего московского монастыря представляете то есть но крестьяне они были очень разные и вот иногда были такие вот монастырские владения цари наделяли монастыри вотчинами и там кстати крестьянам жилось все таки получше чем в других местах и вот родители преподобного иринарха их звали акиндин и ирина отец акиндин мама ирина они были крестьянами и были там вот еще дети рождались братьев его звали андрей и давид старших братьев и вот что известно из его детских лет что когда а да кстати преподобного иринарха и и вот это конечно звали по-другому мирское имя было илья в честь святого пророка божия или и и вот когда ему было шесть лет то он маме своей как-то сказал что вот я вырасту когда стану большим и постригусь в монахи и надену на себя вот железо и буду вот молиться богу и наставлять других людей вот так он сказал но видимо он слышал про других подвижников тогда конечно разные аскеты они носили действительно береги потом этот как бы подвиг немножко так оскудел да да и не каждый может к нему приступать вот а в то время это как-то видимо его вдохновляла и в это вот юную совсем ну еще отроческой душе родилось такое желание послужить господу всем сердцем и быть именно аскетом да то есть не таким вот христианином который комфорт любит и там и хорошо покушать но и вроде как бы молится да а то есть и нашим и вашим а вот такая цельность всецелое желание послужить себе посвятить себя господу богу и еще известно что когда как-то вот пришел домой к ним священник отец василий и он рассказывал всей семье про преподобного макария калязинского то вот маленький илья тоже говорит что вот я когда стану большим то тоже буду таким же монахом как и преподобный макарий ну и конечно удивлялись ну и радовались что у него такое святое настроение и вообще конечно у многих детей в христианских семьях в детстве вот бывает желание послужить богу да и кто-то вот даже иногда там одевается вот как священник ходит как бы делать себе маленькая кадила этот священнических семьях распространено когда дети они вдохновляются такими идеалами но подрастают и у них все это угасает и больше какие-то такие земные уже цели желания появляются а у преподобного иринарха вот у него все-таки видимо как-то это зрело возрастало именно святое желание ну дальше вот что мы знаем что когда ему было 18 лет то очень такая вот голод наступил в тех краях и нуждались конечно крестьяне всегда жили очень в таком вот труде постоянном терпели недостаток и нужно было как-то помогать семье и поэтому илья вот 18-летний юноша он отправляется на заработки и пришел он в селение рядом с нижним новгородом это где-то 300 верст от места его жительства и значит там что там он нанялся работать к одному зажиточному крестьянину что-то помогал этот оплачивал и около двух лет он трудился но связи с домом не было и в конце концов от родители они направили двух сыновей своих старших андрея и давида чтобы они разыскали илью ну это сейчас понимаете у нас там и телефоны мобильные и вот всякие там средства массовой информации а в то время не телеграмму дать не теле не телеграфа то есть только могли чисто вот ну какими-то общими указаниями что вот я иду туда да и там я буду трудиться а где именно непонятно но оба брата смогли его отыскать и они остались и целый год тоже вместе с ним работали и вот такие вот характеристики они как бы показывают быт того времени что жизнь она все-таки была очень тяжелая такая трудовая и хлеб насущно давался очень нелегко при этом конечно были и некие преуспевшие крестьяне которые могли нанимать других работников и вот как раз в то время когда илье исполняется уже 20 лет тут был один случай когда наглядно проявилась его прозорливость такой первый случай его прозорливости это было во время успенского поста и он сидел дома с другими работниками и вдруг он начал плакать горевать и говорить что вот в этот час я вижу как представился отец мой и вонь несут хоронить светлые юноши то есть ему было открыто что отец его расстался земной жизнью и ну светлые юноши имели с виду ангелы которые сопровождают тело при погребении то значит что и душу тоже ангелы божие не оставят и как раз после этого он возвращается то есть вот три года он трудился последний год он работал вместе с братьями старшими и действительно мама рассказала что во время успенского поста отец его окендин отошел ко господу так что вот царство ему небесную кстати вот когда мы молимся о родителях святых людей если вот мы знаем их имена то конечно же и о нас будут молиться сами святые потому что мы поминаем в наших заупокойных молитвах родители вот этих преподобных святых отцов ну когда мы знаем их имена в данном случае конечно знаем окендин и ирина и видимо вот эти заработки они смогли повысить общее состояние семьи потому что мы знаем что сразу же после этого значит илья со своим старшим братом андреем и с мамой они переезжают в ростов и там приобретает дом но и занялись там торговли однако вот душа самого ильи она этим тяготилась он постоянно ходил в храм он хранил девственную чистоту он отличался милосердием и как бы вот миру чувствовал себя вот не в своей тарелке и поэтому настал такой момент правда может быть не очень быстро ему уже вот 30 лет и вот он значит осенять себя крестом благословляется крестом и мама спрашивает а ты куда собрался он говорит вот хочу пойти на богомоле и помолиться в монастыре святых бориса и глеба и мама вот как-то почувствовала видимо совсем собирается сын уходить и заплакала но она вспомнила что еще в шесть лет сын говорил про то что станет монахом и она отпустила его и вот действительно он ушел не просто на богомоле а он приходит в этот в эту обитель святых страстотерпцев бориса и глеба и просит игумена чтобы он постриг его выночества и в общем-то достаточно быстро там буквально через несколько месяцев уже принимает постриг и так ему нарекается имя иринарх и вот братья и сестры очень интересно как проходило его духовное такое монашеское становление сначала игумен его поручил одному из старцев и молодой еще иринарх он жил вот рядом с этим старцем в полном послушании и покорении отсекая всячески вот свою волю то есть это вот начало монашеской жизни ты отказываешься от любых своих желаний и у тебя должен быть духовный руководитель наставник вот рядом с таким старцем он жил затем значит он на втором этапе и игумен направляет его трудиться на пекарню для общей пользы а на пекарне там огромные труды приходилось нести да то есть это рано вставать там готовить замешивать тесто ставите печь хлеба и это все требует огромных физических усилий и вот преподобный иринарх он в этом преуспевал но при этом надо сказать вот в его житии мы видим что он сомневался а правильно ли что он пришел в этот монастырь может быть надо искать более таких вот духовно высоких каких-то обители и вот он даже уже решил пообещать богу что пойдет или на соловки или в кириллов белозерский монастырь и вот когда он уже решил давать это обещание вдруг услышит голос не ходи не в кириллов не в на соловки здесь спасешься и преподобный ринарх так поначалу смутился как это так и вторично повторяет ему голос здесь спасешься он опять призадумался и в третий раз ему сказано было здесь спасешься а дело тут в чем видимо вот на этих этапах духовной жизни преподобный иринарх он тоже как бы вот искал идеального монастыря да то есть как бы движим и таким вот максимализмом чтобы ну все было безупречно чтобы были все святые наставники вот искать и какие-то такие идеальные обители но дело все в том что куда бы мы не пришли в какое святое место мы придем туда со своими собственными немощами со своими страстями и именно страсти наш и наши и наши немощи они и губят нас поэтому куда господь тебя привел там и спасай свою душу а если все время искать как бы вот ну более святого места да то так вот всю жизнь можно пробегать и не заметить что ни разу в жизни ты не смог победить самого себя и вот это фраза небесные фразы небесные слова здесь спасешься они вразумили преподобного иринарха и он остается он остается в этой обители и после этого игумен дает ему еще новое послушание быть пономарем то есть он уже помогает в алтаре во время богослужений и вот дальше самое интересное а как собственно начинаются подвиги преподобного иринарха затворника а начались они не из желания самих по себе в подвигов они начинаются из милосердия к ближнему вот однажды он увидел нищего басова то есть совершенно бедного человека у которого не было обуви и преподобный иринарх вот настолько проникся жалостью со страданием к этому человеку что решил отдать свою обувь а как ходить самому и тогда он с такой вот детской простотой обращается к богу в молитве и говорит вот господи ты адама в раю наделил теплотой такой жизни да ну мы понимаем что адам в раю адам и вы они не нуждались каких то есть теплых одеждах ну сама благодать божия конечно была для них как такая царская риза которая одевала согревала их и вот преподобный иринарх он так вот по-детски по простому просит вот господи дай теплоту ногам моим чтобы я мог вот эти сапоги отдать нищему и ходить совершенно спокойно мы понимаем что молитва она может быть такая вот дерзновенная да но вот как преподобный поисий святогорец говорил по про прежних старцев что их отличала такая вот вера непосредственная такая непосредственная вера до глубокая и простота жизни и вот преподобный иринарх ростовский он именно с такой простотой с такой детской доверчивостью обратился к богу и действительно когда он отдал свои сапоги то господь укрепил его и он представьте себе что даже в наши лютые морозы он по улице ходил совершенно до босиком и ну здесь было конечно может быть отчасти вот и не ну не то что чудо но особо конечно и поддержка божия да вот но для игумена это стало вот некой такой вот странностью что и понятно что подвиг он очень немножко необычный такой и игумен чтобы как-то вот да и преподобный иринарх он ведь стал после этого ходить совершенно таких вот худых вот каких-то плохоньких одеждах а тоже вот он больше помогал другим нежели вот себе на одежду тратил и из-за этого вот игумен был недоволен и и чтобы как-то вот проучить преподобного иринарха он то ставил его там на два часа в мороз напротив своей гуменской келью вот чтобы смотреть в окошко как он там стоит на морозе босиком и вот то после этого он его гнал на колокольню чтобы тот звонил в колокола очень долго и а там же на колокольне тоже все продувается ветрами и вот пусть он мол там побольше померзнет и тогда вот он оденется в теплой одежды а преподобный иринарх все равно не одевался то есть он жил уже внук совершенно в таких условиях которые нам по-человечески непонятны и иногда он его сажал там в какое-то заключение не давал ни еды ни питья но преподобный иринарх все это проходил но в то же время все-таки в житии там говорится что и телесное естество его все равно время от времени испытывал определенные страдания вот допустим там так рассказывается что как-то преподобный иринарх он услышал про одного благочестивого человека который стоит на провеже что такое провешь провешь это способ взыскания долгов с человека если какой-то человек задолжал определенную сумму денег кому-то а расплатиться нечем то его значит ставили на провешь то есть напротив такой судебной избы поставляли этого человека но обычно там в рядок выставляли людей обнажали им ноги икра и били палками по ногам и значит вот по ряду проходил вот такой взыскатель до долгов бил палками потом значит возвращалась опять бил и вот значит так вот целый месяц там за какую-то сумму могли бить пока не найдется человек который либо вот выкупал его далее либо за него уплачивал либо сам не расплатится и подобная мера она конечно оборачивалась для кого-то или и травмами увечьями и вот преподобный иринарх когда услышал про одного благочестивого человека что его поставили на вот этот провешь то он решил помочь и он отправился из своего монастыря в ростов и вот он прошел семь верст а стоял лютый мороз зима и он обморозил свои ноги то есть все-таки нельзя сказать что естество но было совершенно его как бы бесчувственно до холоду но то есть иногда господь он как бы чудесно покрывал а иногда давал почувствовать нашего триалия земного бытия вот этих злостраданий и он обморозил верт вынужден был вернуться в монастырь и ноги покрылись волдырями и текла кровь и вот около трех лет он болел и все равно продолжал свои эскетические подвиги а когда ноги более-менее его подлечились то он продолжил свой вот этот тоже подвиг то есть невзирая даже на телесные болезни он продолжал обращаться всецело к богу но к сожалению вот это недопонимание непонимание со стороны игумена монастыря она достигла определенного пика и вот он стал направлять на какие-то работы преподобную иринарха уже вне монастыря и из-за того что преподобный иринарх все больше и больше времени проводит вне обители и но видит что его как бы вытесняют за стены святого монастыря то он решил уйти и он действительно ушел и направился в ростовский аврааме в богаевленский монастырь и вот когда он шел через леса то на него даже пытались напасть там и волки и медведи места эти были дикие очень трудно проходимые но он молился и дикие звери его не тронули и вот когда он пришел то в аврааме в монастырь то там ему вдруг дали достаточно высокую такую должность и должность келаря тут надо что сказать ну есть вот скажем игумен настоятель монастыря потом вот эконом благочины и келарь а келарь это кто это тот кто заведует всем всем продовольствием монастыря в продуктами снабжением продуктовым и соответственно вот преподобный иринарх он вынужден был сам будучи постником жил всецелое воздержание и из жития его мы знаем что он вкушал только вот хлеб и воду а потом просто перешел даже вот на просворки а тут он получается значит заведует продовольствием и что получилось что через какое-то время его душа стала очень скорбеть почему потому что монахи авраамева монастыря некоторые монахи они приходили и вот все просили каких-то ну чисто вот для своего усложнения каких-то продуктов и вина просили и он видит что ну они просто вот не имеют строгой трезвенной жизни скорбел молился и ему явился сам преподобный аврааме ростовский и сказал что не скорби и давай им все что они попросит потому что в этом веке они живут пространно а ты голодаешь и страждешь а в будущем веке ты будешь жить уже в в пространных небесных вот этих обителях они взалчут вовеки вот такое страшное слово сказал преподобный аврааме ну и тогда иринарх ростовский он уступил этому слову что они просили он им давал стараясь вот как бы сердцем к этому не прилепляться но кстати именно в авраамевом монастыре ему тоже было дано такое откровение как почила его мама он находился на литургии и во время пения херувимской этот большой великий вход вдруг он стал плакать тоже очень горевать и подходит к нему архимандрит и спрашивает и он говорит в этот час представилась моя мама мама ирина царствие небесное и уже в концу литургии действительно приходит его старший брат андрей сообщает эту весть да то есть вот так вот открывалась ему и очевидной была его прозорливость в то время а потом все-таки он решил отказаться от этой должности ему он считал что это слишком высоко для него и поэтому он переходит в монастырь святого лазаря и вот там он живет уже в уединенной келье по несколько дней он обходится без пищи то есть такой очень строгий пост и его там часто посещал друг его святой христа ради и родивы и он большой колпак почему так был назван потому что вот этот святой иоанн еще он как бы иоанн московский но он носил на себе железный колпак поэтому назывался большой колпак он тоже зимой ходил полуодетый он значит носил на себе железные вериги цепи и медные кресты множество то есть и полностью единомыслен был со святым ренархом затворником и вот он часто с ним беседовал и духовно поддерживал его но душа преподобного ренарха она все-таки видимо все равно вот тосковала по монастырю святых бориса и глеба и вот однажды он молился святым борису и глебу что вот у вас есть свой монастырь и вот у тех монахов которые там живут и вдруг в сонном видении он видит как идут святые борис и глеб и о он спрашивает куда они идут они ему отвечают чтобы позвать тебя в нашу обитель и после этого действительно приходит один монах из борисоглебского монастыря и говорит что его зовут обратно а его приглашал строитель варла ну строитель это тоже одна из должностей монастырских вот и преподобный ренарх он очень обрадовался понял что действительно господь вот так вот пути его жизни устраивает и он тут же отправился и когда пришел то вот сразу же поспешил храмы там вот этот строитель варлама его встречает но тут же один из монахов каких-то говорит что вот зачем ты его принимаешь он же вот не слушал игумена он там ходит босой вот он уже кстати преподобный ренарх когда вернулся он уже на себе имел некоторые вот цепи береги и вот за это его попрекал этот монах но строитель варлам своим посохом отодвинул сторону того недовольного монаха и с радостью принял преподобного иринарха обнял его и вместе они молились вот так он возвращается в свою родную обитель и каждый день преподобный ренарх он проводил в храме а строитель варлам его поддерживал и вот святой ренарх он очень любил молиться перед распятием господа вот видимо а это вот мысль что господь пострадал за наши грехи да он свое тело дал вот на растерзание за грехи всех людей и соответственно что мы должны сораспяться христу видимо вот эту вот мысль она пронизывала преподобного иринарха и он ее воплощал в свою жизнь в таких вот строгих аскетических подвигах и ношение вот это на себе верик железных цепей которые утруждали тело и не давали в теле пробуждаться таким вот плотским движением чувственным искушением до что ну просто вот недопустимо совершенно для монаха и вот как-то перед распятием он молился что господи ты пострадал за грехи всего мира открой мне как мне исполнить твою волю что мне сделать для своего спасения и господь ему действительно открыл что ты вот теперь должен затвориться в келье и там проводите в уединенной молитве свои дни и вот так вот по откровению свыше преподобный иринарх он становится затворником и кстати строитель варлам он его благословил на это и келья в которой затворился преподобный иринарх она сохранилась до наших дней она выстроена с внутренней стороны вот примыкая к стене обители это очень небольшая такая келья внутри она в длину всего лишь три метра в ширину полтора метра но представьте себе то есть общая площадь четыре с половиной метра а высота два метра и как говорят вот исследования что видимо преподобный иринарх он ее сам выложил почему бы так потому что она вот по кладке своей отличается от всех остальных строений то есть видимо именно сам преподобный иринарх устроил себе эту келью и там он затворился для уединенной молитвы его именно там тоже посещал его друг святой иоанн большой колпак их вот именно он сказал ему что сделай себе сто крестов там железных или медных крестов на свои свои цепи и носи а он говорит преподобный иринарх как же я сделаю меня же средств никаких нет а я большой колпак ему отвечает что это не мое слово это слово от господа и господь тебя вразумит и поможет да так что вот ты вот призван к этому именно по откровению от святого друг человека своего друга святого преподобный иринарх он обращает внимание уже как бы усилению вот этого подвига и потом получилось так что кто-то пожертвовал ему железную палец и кто-то пожертвовал там ему еще что-то вот медное и он начинает изготавливать вот эти вот кресты которые действительно вешают на себя вот это такое видимое крестоношение да и цепи которую носил со временем они все более удлинялись удлинялись кто-то ему жертвовал новые цепи а кто-то из других подвижников который носил подобные же цепи и вот он этот подвижник допустим уходил из монастыря и он завещал и оставлял самому преподобному иринарху эти цепи и так что в конце концов их общая длина была 20 сажений а сажень это вот больше двух метров и сто сорок два креста металлических на нем было и конечно для современного человека в то время эпоха ивана грозного потом значит в эпоху смутного времени люди прекрасно понимали что вот такой подвижник он старается как бы вот ну побеждать и страсти свои да и в то же время он становится в целом такого свидетелем такой серьезной аскетической жизни а сейчас нам непонятно это и сейчас мы бы мы бы предпочитали чтобы все кругом к такой комфорт да чтобы нас вот машина не только возила да но мы были бы рады если бы нас какой-нибудь такой вот аппарат поднимал бы воздух перемещал бы по воздуху куда мы захотим чтобы мы восседали на каких-то там мягких креслах и вот это наше комфортолюбие одно нас губит на самом деле потому что за ним стоят многочисленные страсти а этих страстей мы не замечаем а преподобный иринарх затворник он как бы шел в полную противоположность устроению мира да если у мира комфортолюбие то он полное вот отвержение угождению плоти и соответственно такие очень строгие жесткие подвиги но благодаря этому в нем конечно же возобладал дух и возобладала верность вот этим духовным аскетическим правилам святой иоанн большой колпак так аллегорически образно говорил преподобному иринарху что вот бог даст тебе такого коня на котором вот ты вас сядешь и никто больше не сможет ездить на этом коне и не сможет сесть на твое место и это вот указывалось на его вот эти аскетические труды и в том числе вот это обилие верик так что никто уже никогда не сможет повторить подвига преподобного иринарха затворника но собственно говоря впоследствии в основном уже аскеты стали от этого отказываться потому что тут конечно можно и в прелесть впасть если ты будешь самовольно на себя все это возлагать и да ему это тебе просто не полезно будет а вот преподобный иринарх ростовский он настолько был духом вот обращен к богу что плоть уже как бы ничто то есть вот ходить представьте себе по морозу ходить по нашего земле по нашему снегу в русские 30 градусные морозы я даже как и у него и ноги страдали от этого ну знаем один раз и такое было и все равно и как бы и болезни для него ничто и он носил вот эти вот вериги и иоанн большой колпак об этом ему говорил что именно он явит как бы вершину вот этого подвига веригоношения а больше никто уже не сможет поэтому не надо даже пытаться это повторять и еще святой иоанн большой колпак он так вот делился в беседе с преподобным иринархом что господь бог заповедует чтобы все русские люди боролись и преодолевали безбожную вот эту страсть винопития и говорил он так что из-за пьянства русских людей бог наведет на нашу землю и на племенников и они завладеют нашей землей и вот так он предсказал что будет смутное время и смутное время произошло на самом деле из-за пьянства из-за алкоголизма то есть мы понимаем что если человек пьет то он может пропить и работу свою пропить до настолько вот напиваться что у теряется потеряет свою работу он может и семью свою пропить и можно и страну по пропить и государству если где-то пьющий правитель то сами понимаете сколько будет беспорядков и какие страдания будет терпеть весь народ а когда еще и сам народ пьет то есть ну что тут остается только на племенникам прийти и от этого все смутные времена и происходит из-за того что смута царит внутри нас самих она из-за наших страстей за нашего винопития и в конце концов смутное время пришло и лжедмитрий 1 потом же дмитрий 2 и друг с другом не ладили все ссорились не знали как противостоять врагу и надо сказать что и преподобному ринарху затворнику ему тоже было открыто в особом видении что поляки захватят москву и настолько он был потрясен и ему было кстати сказано что пойди и скажи об этом царю и есть сведения что действительно преподобный иринарх затворник он с учеником своим как раз вот александром который ему сопутствовал они смогли добраться до москвы и провели в москве около двенадцати часов и в соборе в архангельском он встречался с царем василием шуйским но на тот момент уже был василий шуйский сказал ему об этом и что вот господь предаст град москву ну говорили литве предать под литвой подразумевали там и поляков не только литовцев и всех остальных вот этих интервентов которые вторглись на наши территории и соответственно пытался он как бы вразумить тоже воодушевить василия шуйского на борьбу вот и ну тут прислушался отпустил его и потом мы понимаем что сколько происходит вот этих потрясений захватов городов разрушается обители святотроицкий сергиев монастырь он находился в полном окружении сама москва в изоляции вот собственно то что связано с преподобным иринархом это уже как бы второй лжедмитрий тушинский вор который стоит рядом с москве и и москва изолирована и в тысяча шестьсот восьмом году поляки захватывают город ростов и к великому сожалению ростовцы они не поднимали никаких восстаний против захватчиков а в борисоглебском монастыре куда вторглись тоже захватчики практически все монахи они присягнули на верность лжедмитрию второму за исключением как раз вот преподобного иринарха затворника его самых близких учеников и паны польские приходили к нему и спрашивали в кого ты веруешь я верую в святую троицу отца и сына и святаго духа а царя царя какого исповедуешь я исповедую нашего российского царя василия шуйского так ты что ж не чтишь значит там не дмитрия ну лжедмитрия не нашего польского короля там есть и это мы же законные правители и в общем всячески ругались против него потом сообщили даже сапеге сапега это был очень такой успешный военачальник со стороны поляков который очень умело вел военные действия до его разбивали но и он умел побеждать царские войска в самом начале он разбил и значит что получилось то что потом когда сапега был вот ну относительно недалеко то он решил сам повидать преподобного ренарх а почему преподобный ренарх он был в общем то уже известен как такой подвижник и человек который очень мудро отвечает дает советы людям и преподобный ренарх отличался милосердием если ему что-то жертвы ли он раздавал другим и вот сапега решил навестись и он пришел в монастырь и вот представьте себе что сапега входит вот в эту маленькую келейку да а кстати она совершенно не протапливалась келейкой в зимнее время не протапали и он видит перед собой вот этого старца преподобного ренарха затворник он в цепях причем цепями он прикован ну там к скамье точнее там как бы пень был такой да которому ну-ка как седалище вроде и вот к нему прикован и сапега настолько поразился да что спрашивает как же ты терпишь очень такую муку а тот отвечает я вот ради господа бога претерпевая это ну ради спасения души и понимает сапега что такого подвижник его невозможно ничем напугать ну чем пугать его каким-то заключением там голодом жажды атака он сам питается только там просфорками преподобный ренарх и он сидит в этой холодной кель и ничего у него нет и сапега спрашивает ну а царю какому ты служишь и преподобный ренарх совершенно спокойно отвечает ему я родился в русской земле поэтому русскому царю и служу и храню верность именно русскому царю но прежде всего храню верность господу богу и сапега настолько вот удивился что он потом говорил что да прав был батька в какой земле жить такому царю и служить да ну раз вот в русской земле родился то русскому царю и служит и никакой неправды в этом нет и И Сапега даже спрашивал, пограбили ли тебя, оказалось, что да, ну там, значит, сколько-то он ему пожертвовал, преподобному Иринарху, и вышел с таким глубоким уважением от него, а преподобный Иринарх ему предсказал, что вот если ты не уйдешь из русской земли, то ты здесь погибнешь, ты сложишь здесь голову. И, в общем-то, так и получилось, что Сапега Денисовы окончил, так и не вернувшись на родину, потому что не прислушался к слову святого старца. В свою очередь, преподобный Иринарх Затворник, он благословлял князя Михаила Скопина-Шуйского. А это кто такой? Это очень талантливый молодой полководец, который умел побеждать польско-литовские войска. И он был талантливым и политиком, дипломатом, он шведов склонил на свою сторону, и он начал доставлять победы русскому царству, одну за другой победой. И преподобный Иринарх Затворник направил ему свое благословение, направил ему просфору, как знак благословения, и даже свой крест, чтобы тот сопутствовал Михаилу Скопину-Шуйскому. Ну и, в общем, действительно, он везде побеждал. И впоследствии Михаил Скопин-Шуйский, он, конечно, будучи благодарен преподобному Иринарху Затворнику, он вернул ему крест, потому что это было достояние, собственно, самого преподобного Иринарха. А после этого Михаил Скопин-Шуйский умирает, и, судя по всему, его отравили. И отравили наши же, те, кто завидовали ему. То есть, получается, появился такой талантливый полководец, который мог доставить, ну, в общем, не только победы, но и как-то помочь русскому государству выйти из вот этих проблем смутного времени. И тут же свои, вот позавидовав, решили его устранить, и после этого опять стали проигрывать. Опять все вот эти страшные события. И уже затем, когда Дмитрий Пожарский, Космоминин, то и им тоже преподобный Иринар Затворник шлет свое благословение. И шлет просфоры как знак благословения. И мы знаем, что уже усилия вот этого ополчения, они увенчались успехом, и Москва была освобождена. И, в общем, преподобный Иринар Затворник, он принимал такое вот молитвенное, конечно, прежде всего, участие в освобождении русских земель. И он давал благословение тем, кто способствовал освобождению града Москвы. Но вот что удивительно, вот помимо этих, так скажем, общегосударственных бед во время смутного времени, приходило и много других искушений, испытаний. Как раз вот на время смутное получилось так, что был назначен игумен Симеон руководить обителю монастырем Борисоглебским. И этот игумен Симеон, это вот полная противоположность был преподобного Иринарха Затворника. Если тот милостивый преподобный Иринар, воздержанный, он постоянно какую-то вот одежду изготавливал, другим дарил, то, что ему жертвовали, тоже раздавал. То игумен Симеон оказался жестоким и невоздержанным. И когда он пришел, то он решил вот забрать все, что, ну, какие-то вот пожертвования, которые были у преподобного Иринарха и там еще у других. В общем, он все это вытащил. И оказалось, что он не взял сколько-то вот, не заметил сколько-то вот меда и соль там еще была. А преподобный Иринарх, он вспомнил из одного потеряка, как некоего пустынника, подвижника. На него однажды напали разбойники, тоже на его келью. И вот они все забрали у него, и осталась только какая-то вещь, которую они не заметили. И этот подвижник, он побежал за разбойниками, сказал, что вот вы забыли еще вот эту вот вещь, тоже возьмите ее с собой. И разбойники настолько умилились, на них произвело это такое действие, что они тут же все вернули, что взяли у этого подвижника. И вот преподобный Иринарх, вспомнив этот случай, говорит своему ученику, ты вот пойди тоже скажи Игумену Семену о том, что он еще не все забрал, что вот еще остается мед и соль. Ну, он исполнил, значит, ученик его, а Игумен Семен как отреагировал? А, я не все забрал? Ну, теперь вообще все заберу. И забрал то, что было у него. И получается так, что вот этот Игумен оказался немилосерднее и более жестоким, чем те разбойники из потеряка. Все буквально пограбил, потом он был недоволен, что преподобный Иринарх свою жизнь проводит в затворе, хотя на это было благословение и это открыто было от самого Господа когда-то. И, в общем, ворвался он вместе с другими своими помощниками Игумен и стали выволакивать преподобного Иринарха и цепи его тащить. Ну, там несколько человек все это вытаскивали и выломили ему руку, преподобному Иринарху левую руку выломили. Да, бросили его там где-то рядом с храмом, 9 часов он там находился, но надо сказать, что было ему явление ангела, который его утешил. А ученик его, Александр, тоже вот молился и говорил, и эти слова как раз записаны в житии, что вот, Господи, сколько же мы будем терпеть от этих зверообразных людей и пьяниц. Вот это интересная очень характеристика, да, что в монастыре даже Игумен оказался, ну, не совсем таким, каким мы бы хотели его видеть. Вот нам, конечно, хочется, чтобы все были святыми, чтобы все были подвижниками, аскетами. И нам хочется, чтобы и начальники наши были такими более там милостивыми, да, заботливыми, и чтобы другие люди... А вот не бывает так, мы не можем всех вот переделать, как нам хочется, потому что и дьявол наносит свои удары, и скушает, и в церкви тоже люди будут спотыкаться, падать, и даже вот Игумены будут вести себя, как тот Игумен из монастыря Борисоглебского, ну, на тот момент было, потому что были там и святые Игумены, конечно. А ведь преподобному Ринарху было открыто, что здесь спасешься, вот здесь ты и спасешься, вот рядом с такими гонителями. И преподобный Ринарх, он принял это до конца и понес на себя, и вот так, когда он всецело со смирением это принял, вот тут ему уже было новое откровение сказано, что поскольку ты все это претерпел и понес с терпением, то больше не будет на тебя уже никаких гонений. Вот этого Игумена сослали потом оттуда, и после этого уже преподобный Ринарх, он не испытывал никаких трудностей, то есть он продолжал уже свои также аскетические подвиги, он, кстати, спал он всего лишь 2-3 часа. Вот что интересно, такая народная традиция пошла сейчас, ну, не сейчас, а раньше выработалась, что преподобному Ринарху-затворнику молится против бессонницы, то есть очень интересно. Сам преподобный Ринарх, он спал 2-3 часа, а ему молятся против бессонницы. Ну, видимо, почему так? Потому что, не потому что, как бы, сон преподобного Ринарха был очень такой хороший, глубокий, а из-за того, что, конечно же, кто-то страдал от бессонницы, обращался к нему, и преподобный Ринарх действительно помогал. Но не только в бессоннице, а и в других тоже нуждах, и поэтому не надо обязательно какую-то специализацию святых так вводить, что вот этот святой, он только от этого помогает. А надо понимать, что благодать Божия, она действует на все случаи жизни, так сказать, да, и святые угодники, они слышат нас в любых наших затруднениях, неприятных каких-то ситуациях. Мы можем молиться, ну, при любой болезни, в любых скорбях, и, конечно же, они нас услышат. И вот преподобный Ринарх, конечно, он и слышит в этом, но сам он при этом спал очень и очень мало, повторяю, 2-3 часа. И еще вот, да, приведу такую интересную, ну, такую особенность из его жития, что помимо вот этих вот множества цепей, да, и, ну, что-то и на голове там какой-то обруч, и там на плечах, на руках, на ногах вот эти вот цепи, да. А еще у него был такая как бы железная палец, и который он себя вот постукивал. Ну, и где-то пишут, что вот он как бы себя там побивал. Но на самом деле надо понять, что это вот совершенно не то, что было это у католиков, где там самобичевание, вот они бичевали сами себя, терзали свое тело, нет. А и преподобный Ринарх, он, конечно же, не мог бы себя сильно бить, потому что руки его и так были затруднены вот этими цепями. А он немножечко как бы постукивал этой вот железной палецы для того, чтобы немножко как бы взбодриться. Ну, представьте, что два-три часа спать, и, конечно же, нужно было для того, чтобы в молитвенном таком трезвении как-то взбадриваться. Он не пил там ни кофе, ни чая, ничего такого. Ну, вот он немножко себя палецы постукивал, а кроме этого он еще, ну, его духовному оку открывалось, когда вот бесы приходили. Он тоже как бы вот этой палецы отгонял этих бесов. И, соответственно, вот эта вот палец, она тоже стала чудотворной, приняв на себя благодать Божию, которую стяжал преподобный Иринар Затворник. А люди к нему приходили, и приходили за советом. Но на самом деле он принимал их не внутри кели, а снаружи, там небольшое такое окошечко, где они приходили, вот слушали его слово. И он говорил им, и многие исцелялись. И известно, что одержимые, бесноватые, страдающие другими разными недугами. Так один воевода впал в иступление ума, и его, значит, привели к вот келе преподобного Иринарха. И святой Иринарх благословил как? Буквально вот привязать его к цепям своим, к своим веригам, вот они очень длинные были. И, ну, видимо, случай с этим воевода был очень тяжелый в плане вот иступления ума, потому что представлены были даже два воина. И вот его оставили привязанным на целую ночь. Преподобный Иринарх при этом молился о нем. Утром повели, сказал, чтобы повели его на литургию. И вот на литургии он молился и вернулся совершенно здоровым. То есть никакого иступления ума нет, психика у него восстановилась. Но при этом преподобный Иринарх сказал, чтобы еще целую неделю он провел в посте и молитве, чтобы мясо в это время он не вкушал, не пил вина, не употреблял пиво. Да, то есть такой трезвенный образ жизни в это время, ну, как бы для закрепления своего здоровья. То есть на самом деле это все имеет огромное значение, чтобы мы вели трезвенный образ жизни. Если из-за пьянства вообще в стране начался беспорядок, да, смутное время нахлынуло, то наоборот воздержание от алкоголя, оно освобождает людей от демонического влияния. Люди освобождаются от бесовских нападений и обретают подлинную такую духовную свободу, и даже психика начинает восстанавливаться. И вот преподобный Иринарх, он очень многих вот так вот исцелял. Там случаи описываются, и до сих пор, кстати, вот повторю, его цепи, его вериги, которые возлагают на приходящих в Борисоглебский монастырь, они тоже исцеляют и сохраняются вот эту чудотворную благодатную силу. Да, а сам преподобный Иринарх Затворник, он свой жизненный путь закончил в 1616 году. Он преподал последние наставления своим ученикам, он помолился и очень тихо перешел ко Господу. И вот погребен он был там же, в пещерке, которую он сам ископал, и мощи хранятся его в Борисоглебской обители, до сих пор хранятся его цепи, его вериги, и ежегодно совершается крестный ход в честь преподобного Иринарха Затворник, вот в тех самых краях, не один день он проходит. И когда идут крестным ходом, то на каждого участника возлагают вериги преподобного Иринарха, то есть каждый может немножечко, ну хотя бы часть вот этого, его вериг понести, чтобы быть причастником его, ну и благодатного подвига его, и, конечно же, его благодатных даров. Да, братья и сестры, ну прямо скажу, что, конечно, вот всю глубину духовной жизни и вот этих вот подвигов мы, наверное, не сможем понять, постичь, почему. Ну мы живем по-другому, то есть мы не такие, мы не, соответственно, мы этого не понимаем, и, соответственно, нам и нельзя повторять вот те подвиги, которых мы не понимаем, и лучше даже не дерзать на это. Но при этом мы видим, что Господь являет и являл в русской земле удивительных подвижников, аскетов и даже такого преподобного Иринарха Затворника, который, повторю, если посмотреть на всю христианскую историю в целом, он явил вот эту вершину подвига веригоношения, если вот брать вот прямо от начала и до конца вот аскетов, которые несли этот подвиг, святых аскетов, Христа радио-еродиевых, преподобных и так далее. И в этом тоже есть некоторое такое вот знамение благодатное, что Русь святая, она не забыта у Бога, потому что у нас на небесах есть заступники, ходаты, которые еще на земле победили все страсти, стали выше всего плотского, всего чувственного, земного. И, соответственно, мы можем обратиться к преподобному Иринарху Затворнику, чтобы он и нам помогал преодолевать наши какие-то плотские искушения, наши страсти чувственные. И если кто-то болеет какой-то болезнью, страдает какими-то искушениями, то, конечно же, будем молиться преподобному Иринарху Затворнику, чтобы он не оставил нас своим попечением и помогал нам. Итак, попросим его от самого сердца. Преподобнее, отче Иринарше, моли Бога о нас, не остави нас грешных. С праздником, братья и сестры! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...